Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсуждаем Ягу. Ну а если правильное название, то Яг ПЗЕ100 в сокращенном варианте. Это десятка, ПТшка, дерево Германии. Я думаю, что все знают, о какой машинке идет речь. И сейчас хотелось бы сказать несколько слов исключительно от себя, своего субъективного мнения. Короче говоря, ребят, чем для меня примечательна данная ПТшка? Вы видели когда-нибудь значок Инь и Янь? Это две таких капли, которые сходятся одна к другой, вверх ногами белая и черная. Вот точно так же я вспоминаю об этом значке, когда вижу перед собой Ягу и гриля одновременно. Дело в том, что для меня лично эти две ПТшки это просто две огромных больших разницы. Единственное, в чем они соприкасаются, как вот в значке Инь и Янь две этих капельки, это в том, что это обе машины из дерева Германии и обе ПТшки. Все, ребят, больше ничего одинакового нет. Ну, разве что вопрос от того, что и там, и там есть пушка, есть гусли, есть двигатель, есть неповорачивающаяся или повора... А, ну да, тут уже получается разница. Короче говоря, все, сходства закончились. Гусли, двигатель, корпус и пушка. Все, дальше машинки тупо разные. Итак, ребят, смотрите, сейчас всплывет подсказочка на мой видос по поводу гриля 15-го. Там, где я его показываю, выкатываю на обычные каточки в обычном рандоме. Что бы хотелось сказать про Ягу? Почему же они разные с грилем? Давайте посмотрим на характеристики танка. Мы оценим подвижность в бою, мы оценим в бою сведение, мы все это обсмотрим глазами, а не по циферкам. Непосредственно в самом замесе оценим само орудие. Обратите внимание, орудие 800 единиц альфы и практически 300 единиц бронепробития. Я бы сказал честно 299, но звучит, честно говоря, как в каком-то дешманском магазине. 299, 99. Давайте называть вещи своими именами. 300 единиц пробития, 800 единиц альфы. Да, долговатая, конечно, все-таки перезарядочка в 16,15 секунды. Но, ребят, в принципе, для альфы в 800. Но, согласитесь, если бы здесь была цифра меньше, это была бы уже практически имба. Что касается негативов. Углы склонения вниз минус 6, а вот эти цифры в виде времени сведения и разброса на 100 метров посмотрим непосредственно в бою. Возвращаемся к вопросу сведения, простите, наклона орудия вниз. То есть углов наводки минус 6. Чем плохо? Плохо тем, что вот так вот, когда вы стоите, вы реально бронированная имба. То есть вот имба брони во всей своей красе. Вас никто нормально пробивать не сможет. Голдой будут пытаться пробивать вот сюда вот как-то по бокам. Обычными снарядами, да фиг там, никто вас не достанет. Шапки сверху никакой нет для того, чтобы ее выцелить. Но есть вот эта вот задняя такая, ну блин, пойди в нее, попади, разве что с какой-то вот такой вот позицией. Но, поверьте, короче говоря, вот так вот машинка практически не пробиваемая обычными снарядами. Но у нее очень хорошо шьется вот этот, зараза, нижний бронелист. И вот с этими углами склонения минус 6, когда вы начинаете пытаться залезть куда-то на горку для того, чтобы свеситься и, соответственно, дать по кому-то своих красивых 800 средняка, то вы оголяете свой нижний бронелист во всей его красе еще и под неудачным для вас углом. Соответственно, сюда в нижний бронелист вас будут выцеливать и вам сюда будут набрасывать. Это единственное место, которое будет выцеливать в вас, когда вы будете стоять вот так вот прям мордой к вашему врагам. Что касается ромбования. Ромбование немножко, конечно, там что-то типа помогает, но оно помогает только в моменты, когда вы закатываетесь куда-то за укрытие, для того, чтобы вас с бочины просто не прошили. Потому что сбоку бьется и вот эта вся рубка, и вот здесь вот такой огромный зеленый кусочек, который можно прошить по всей длине. Про корму я вообще молчу. Шьем чем угодно, хоть шилом протыкай. Короче говоря, прячьте нижний бронелист и будет вам счастье в бою. И не будет вам равных по броне, когда вы будете стоять вот так вот и ниже в атерлинии, ничего не показывая своим соперникам. Итак, ребятки, разница между грилем и этим товарищем заключается в первую очередь, безусловно, в орудии. Так как я уже сказал, в гриле орудие совсем другое. Оно более ДПМное. Оно быстрее перезаряжается. На 200 меньше единиц альфы и совсем другое время сведения, разбросную, плюс еще и к тому рубка поворачивается. Короче говоря, в этом всем Яга и Гриль абсолютно отличаются друг от друга. Закатываемся с вами в бой и непосредственно в самом бою заценим эту машинку. Итак, ребятки, пока мы запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас обратить внимание на желтый шильдичек. Вот здесь вот внизу, в правом углу есть желтый шильдик. Наведите на него и вы сможете подписаться в один клик на мой канал. Для вас эта подписка не стоит ничего. Ни одной копеечки вы за это не заплатите. Мешать подписка вам не будет в списке ваших подписок. Вы просто будете периодически получать уведомления о том, что вышло новое видео, которое вы можете посмотреть, а также уведомления о том, что запланирован стрим. А для моего канала ваша подписка это реально кислород, без которого ему не жить. Поэтому огромная к вам просьба подписаться и заранее еще больше по размерам, чем огромная просьба. Благодарность вам за то, что вы это сделаете. Я стараюсь снимать качественный контент для вас. Итак, ребят, смотрим на подвижность машинки. С учетом того, что она выдает за один шот, с учетом того, как она ведет себя в отношении бронирования и встречи врага лоб в лоб, я готов простить ей, ну, я бы сказал, значительную тупость в подвижности. Она очень медленно разворачивается на месте, она очень медленно набирает скорость, она очень медленно катится. И, безусловно, фраза по поводу того, что машина является танком одного направления, это про Ягу. Да, безусловно, у вас не будет возможности в бою перекатываться куда-либо налегке и, соответственно, там отыгрывать. Такого не будет. Время сведения тоже оставляет желать лучшего. Ради интереса кину, понимаю, что промажу. Но а вдруг? Короче, время сведения, да, тоже подкачивает. Хотелось бы, чтобы сводилась эта машинка побыстрее. Но, ребят, если бы эта машинка двигалась быстрее и при этом еще и скорость у нее сведения была бы круче, но тогда это была бы просто имба 10 уровня, коей не было бы абсолютно равных, но ни в каких отношениях. Что касается точности орудия. Точность орудия, я бы сказал, довольно неплохая. Бывает, безусловно, как и у многих машин, что где-то куда-то прилетает, не совсем туда, куда ты целился. То есть, такие игровые моменты, безусловно, будут и они не будут вас в этот момент радовать. Но в целом, я бы сказал, что пушка отыгрывает довольно неплохо. Вот сейчас от СТ-1 к нам не прилетело, а от нас ему прилетело на 880 единиц. Да, мы очень долго подбирались к этому выстрелу, но, согласитесь, лучше один шот на 800, чем, ну, заехать куда-то и давать гораздо меньше. Именно в этом плюс Яги, я бы сказал, довольно не кислом уроне за один выстрел и очень хорошую бронированность корпуса с мордой. Теперь едем, доберем вот этого товарища. Уж больно я хочу отправить его в ангар. Как я уже говорил, в бока машина прошивается очень легко. Да, времени перезарядки не хватает. Но я вот больше чем уверен, что сейчас вот этого вот товарища мы отправим с вами в ангар. Даже если бы не было подрыва боеукладки, у нас бы все равно это получилось. Я попытаюсь откатиться, попытаюсь пожить немножко дольше. К сожалению, засветов нет, и я так понимаю, что, в принципе, бой, скорее всего, проигран. Навряд ли мы с АМХ сможем забрать четверых противников. Но, по крайней мере, в данном бою мы смогли заценить бронирование танка спереди. Как я говорил, нижний бронелист, видите, прошили. Ну, и бочинка, безусловно, тоже шьется. Она просто-таки картонная. Так, ну, сейчас приедет к нам товарищ ТВП барабанный, который явно нам раздаст довольно неплохо. Я надеюсь, что я смогу сделать по нему хотя бы один шот. Это будет уже для меня очень большой победой. Ну, а для него это, безусловно, не будет поражением. Но при неприятным моментах приблизительно где-то от 700 до 800 урона. Ну, вот 818. Попытаюсь на него поехать, попытаюсь танковать хоть как-то. Я не знаю, ну да, добрал он меня с последнего снаряда, безусловно. Ну, если бы нет, то все равно бы в бок прилетело. Итак, давайте подсуммируем первый бой на этой машинке. Сейчас посмотрим на результаты того, что у нас получилось. А получилось у нас при вот таком вот, ну, архи, архи плохом бое. Я отыгрывал настолько, насколько получилось. Уж простите меня, если кто-то скажет, что играл я плохо. Сейчас посмотрим на результаты всей команды. 2400 единиц урона и один уничтоженный противник. Мы ушли в минус по серебру. Ну, нас вынесли, тут как бы вопросов особых нет. Но я не особо расстраиваюсь, все-таки сумма не сильно большая. И вот по результатам боя, хоть он и был проигрышный, ребят, мы сделали первое место по нанесимому урону с отрывом в 300 единиц. 300 единиц, конечно, не архи огромная, конечно, циферка. Но согласитесь, она все-таки о чем-то договорит. Короче говоря, сейчас попробуем попытешить на плюс-минус дальнем расстоянии. Мы заценим с вами время сведения на больших расстояниях, заценим с вами, надеюсь, точность орудия на больших расстояниях. Ну и, честно говоря, если вы занимаете где-нибудь позицию для ПТ, предназначенную еще и с возможностью спрятать свой нижний бронелист, ну, поверьте, если команда будет вас поддерживать и давать вам возможность стоять на этой позиции, периодически мансить и откидывать по соперникам, то вам, в принципе, гарантировано первое место по урону, поскольку машина, да, пускай не сильно быстро перезаряжается, но, ребят, все-таки альфа в 800 единиц средняка, это, ну, дорогого стоит. Сейчас выйдем против Е100, посмотрим, кто кого. Главное, чтобы не зацепили наш нижний бронелист. А так, в целом, я думаю, что все будет гуд. Ну вот мы заносим, да, пускай голдой, но 700 с копейками урона мы закидываем в сотку и, согласитесь, соточка уже подумает, выезжать или не выезжать. Вот за это я обожаю эту ПТ-шку. Возвращаясь к разговору Инь и Янь по поводу этой машины и гриля, хотелось бы отметить следующее, поторопился немножко. Отметить следующее. Инь и Янь проявляются в этих машинах абсолютно во всем. Да, безусловно, с тем, что здесь нет поворачивающейся рубки, а в гриле есть, но это как бы даже говорить-то особо не о чем. Вот есть оно так и есть. А что остальное? А остальное все очень просто. Дело в том, что у этой машины нет подвижности. У гриля подвижность есть. У этой машины есть броня, а у гриля ее нет. У этой машины есть офигенский урон в 800, но да, с долгим временем перезарядки. У гриля есть его 600, но с более быстрым временем перезарядки. Короче говоря, это машинки, которые играются абсолютно по-разному. Они требуют от вас абсолютно разного подхода. И нельзя сказать, что эти машинки одного поля ягоды. Они растут на одном поле, поле Германии, но в абсолютно разных концах вашего огорода. Поэтому эта машинка и цена для веток Германии, поэтому к ней и есть интерес. Потому что если посмотреть, допустим, на британские ПТшки, они похожи между собой. Да, там барабан, там огромный урон, но эти машинки все-таки обе, допустим, картонные, плюс-минус одинаковые по подвижности. Здесь же две абсолютно разных машины, про которые невозможно сказать, кто лучше, а кто хуже. Они просто есть. Они есть вот такие, как они есть. И каждая цена по-своему. Ребятки, я могу сказать про себя лично. Я не могу посоветовать эту машину, как первую машину для прокачки. Ну, потому что все-таки она немножко туговатая, да? То есть немножко сложновато на ней как бы ездить, ее выкатывать в бой не настолько фаново, как гриля. На гриле вы можете куда-то взорваться, на гриле вы можете поменять направление, если вдруг ваша команда вас не поддержала. Вы можете свинтить с одного фланга на другой, и это не составит для вас труда. На Яге это действительно сложно. Именно поэтому я всегда рекомендую, если выбирать в ветке Германии и конкретно ПТ-шку себе для первой прокачки, я бы рекомендовал вам именно Ягу. Смотрим на результаты боя. Третья степень знак классности, 2000 единиц урона, два уничтоженных противника, мы не ушли в минус, мы в плюсе на небольшом. И мы находимся в нашей команде на предпоследнем месте по урону. В целом можно было бы и лучше, просто наших врагов как-то быстрее разобрали, чем мы смогли к ним добраться. Поверьте, если бы мы к ним добрались, мы бы набили гораздо больше. Теперь закатываемся в следующую каточку, а я вам скажу следующее. Если по результатам этого видео вы решите катать Ягу, то есть открывать себе эту десятку, я бы вам рекомендовал, посмотрите, пожалуйста, видео на моем канале. Вот сейчас должна появиться ссылочка на видос, и там я рассказываю, как можно параллельно, одновременно и очень удобно и выгодно для себя выкатывать три ветки одновременно. Речь идет о таких танках, как Яга, Альфа Тапок и Маус. Вот эти вот три веточки вы можете выкатывать одним махом. А почему и как это сделать? Возьмите лист бумаги, возьмите чем записывать, открывайте по ссылочке видео, либо по подсказочке, заходите, смотрите, я больше чем уверен, что вам эта информация будет полезна. Итак, ребятки, мне бы очень сильно хотелось ППТшить на этой машинке, но что-то почему-то как-то не получается занять такую позицию, которая бы это дала. Сделать мне, честно говоря, на Яге очень нравится, пускай не так уж и часто, но все-таки зарываться в бой именно как снайпер на больших расстояниях, выцеливать и, соответственно, откидывать. Вот сейчас я стою крайне неудобно, для себя. И, соответственно, получаю сейчас с правой стороны в бачок в районе переднего катка. Также я буду получать однозначно в нижний бронелист, если буду так вот упорото вылазить на горку. Что касается углов склонения, углов склонения у данной машины я бы сказал, что больше нет, чем они есть, потому что даже на вот таком вот небольшом подъеме пушка вниз уже не опускается. То есть отыгрывать на данной машине на каких-либо подъемах, какие бы они ни были, вы нормально не сможете. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что вам необходимо искать место, на котором вы сможете стоять. Это первое, потому что ездить эта ПТшка не сильно любит. Второе, это то место, где вы сможете прятать свой нижний бронелист. Я вот сейчас, честно говоря, чувствую себя каким-то таким унылым кустарником по одной простой причине, потому что и наверх особо залазить не хочется, дабы не отхватывать в нижний бронелист. И в то же время куда-то в атаку ехать тоже особо у меня подвижности нет. Короче говоря, приходится заниматься вот такой вот кустарщиной и пытаться придумать, да чем бы мне вообще в принципе в бою заняться, потому что сейчас я зашел, мы потихоньку сливаемся, а я за этот бой ну, ровным счетом нифига не сделал. Поехал бы направо на линию ТТ, меня бы там сейчас явно разобрали, долго бы я там не простоял, ну, а соответственно, кроме как ехать со всей командой, у меня вариантов других не было. Вот это является минусом ПТшки. Отсутствие у нее подвижности, оно сопровождается отсутствием фана, в конце концов, исключительно для меня, возможно, я не прав, но мне, честно говоря, эта ПТшка нравится только в случаях, когда у меня получается на ней стоять где-то вдалеке и отбрасывать по противникам. В других случаях мне эта ПТшка не нравится абсолютно. На ней невозможно играть на неровностях, на ней невозможно отыгрывать где-то там, если это не узкое какое-то пространство в виде улочки в городе, то дальше вам на этой ПТшке делать нечего. На вот таких вот картах, как сейчас, эта ПТшка больше похожа на смертника, чем на того, кто что-то сможет зарешать в бою. Я вот сейчас остался один, я уверен, что меня сейчас разберут в течение буквально нескольких секунд, начнет это делать скорее всего объект, попытаясь заехать ко мне в бачок сюда. Ну вот, броня немножечко спасает, птичку в ответ я дать смог, но на этом в принципе, ребята, все. Вот такая вот судьба этой ПТшки периодически попадать вот в такие вот крайне неприятные ситуации. Из песни слов не выбросишь, свои видео я не нарезаю, показываю танки такими, какие они есть на самом деле в руках обычного игрока. За вот такой вот пустяковый бой 1700 единиц урона, один уничтоженный товарищ противник и в нашей команде фиг да нифига заняли второе место по урону, существенным отрывом вышло про джета 65, ну парень действительно молодец, нормально таки набил урончика, ну и что-то дал. Все остальное как бы, ну я бы сказал ни о чем, но я имею ввиду, что ниже там пятого места как бы особо результата не дали, особенно вафелька ну вообще как бы не порадовала своим уродом, могла бы дать и больше. Но бог с ним, вопрос не в победе, вопрос не в поражении, вопрос в том, как чувствует себя танк реально в рандоме. Итак, давайте суммировать. Позитивы, да, безусловно, огромный урон, разовый, как для ПТшки, и огромная степень бронированности танка исключительно вот так вот спереди. Как вы видели по нашим боям, с боков разбирается данная машина в принципе без печали, но и как только вас начинают крутить, с учетом отсутствия подвижности, ребят, ваша песенка практически спета, если у вас нет союзников, которые готовы в этот тяжелый момент вас поддержать. Что же касается нижнего бронелиста, все за ним охотятся, поэтому пытайтесь его прятать. Что же касается вопроса минусов, кроме подвижности и, я бы сказал, долгого времени перезарядки, больше я в этом аппарате минусов не вижу, потому что все они компенсируются довольно неплохой альфой и довольно неплохим суммарным ДПМом, если вы займете нормальную позицию в игре, если ваша команда тоже неплохо сыграет. Короче говоря, танчик довольно-таки, я бы сказал, командозависимый. Вот как-то приблизительно так. Если вы думаете по поводу того, стоит ли вам качать, Ягу, я бы вам советовал, если вы не качали еще Ягу или Гриля, посмотрите, в чем между ними разница и определитесь, кого вам качать проще и кого вам качать интересней. Вот такой вот был мой краткий обзорчик Яги. Я желаю всем получать удовольствие от игры, принимать решения на основании того, как чувствуете вы, а не как кто-то вам рекомендует. Ну и, соответственно, главное потом получать фан от того принятого решения, которое вы смогли себе позволить. Вот как-то приблизительно так я буду заканчивать обзорчик этой машины. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, я буду благодарен вам за любую поддержку моего канала. Всего хорошего, мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова